Друзья, сегодня итоговое видео Сделал вот такую партию небольших ножей В стиле раннего Нечаева Почему раннего Нечаева? Ну что-то есть в них такое добродушное Так как я делал много-много лет назад Такое добродушное, простое Ну и я питаю Всегда питал слабость именно к небольшим ножам С небольшим клиночком Где-нибудь 90-100 мм Вот для меня всегда был неким таким идеалом Эталоном Значит На всех клинках Клапанная сталь 40А9С2 Закалены они по хитрой технологии НТМО Да, то есть Когда мы при закалке не в масло клинок окунаем А при достижении определенной температуры Интенсивно проковываем режущую кромку Так происходит закалка И поэтому Тупье сохранить не получается На ножах Соответственно все ножи, видите, без тупья То есть спуски уходят сразу в больстер Да, это добавляет сложности в подгонке Но, как говорится, тут никуда не денешься Зато так ножи режут лучше, чем после закалки на масло Еще из нового добавил здесь вот грани Ну они такие легкие Вот только вот в этой области То есть здесь руку наминать не будет Но красиво выглядит Не знаю, как тут показать Свет так падает И немножечко вот здесь вот такое Легкое Легкое пузико Значит, продольный ручной сатин Сведены все ножи очень тонко Где-то в 0,2 И тонкий обух у них 3 мм Значит, на данном ноже интересная древесина Глядичья или розовая акация Первый раз с ней работаю Плотная, понравилась мне Чем-то по рисунку напоминает абрикос Очень похоже Но, тем не менее, это не она Так, еще есть интересная древесина Вот на этом ноже Это красный дуб Или канадский дуб, еще его называют Он тоже с таким красноватым отливом И по рисунку По факторе Он напоминает Смесь бука и ясеня То есть у него есть вот эти вот характерные чирки Как на буке И в то же время годичные кольца Довольно ярко выражены Вот как на ясени Ну и плюс он такой вот тоже красноватого Такого отлива Короче, классная деревяха Мне понравилась Она у меня давно есть Но я ее редко использую Потому что Потому что у меня ее мало Не знаю, где достать Короче, если у вас есть, пишите Вот такой вот Здесь больстер из бронзы Сантиметровой толщины На всех ножах рукоять 115 миллиметров В моей руке вообще отлично Есть талия На некоторых ножах Вот вылезают различные Вот эти вот шрамы Это же кожа Животное получает шрамы Я так понимаю, что они проявляются Потом при пропитке Подвес вот такой Через Ну, как я делал уже много раз Плетеный кожаный шнур Я его сам не делаю Это покупной Потому что многие спрашивают Как ты его делаешь Не, ну, ребята Это сделать невозможно Смотрите Как такое самому Вот бусина сюда Вклеена Ну, это даже не бусина А как концевит, наверное, деревянный Так, что-то еще хотел показать А, и вот еще Есть интересная древесина Это самшит Тоже кто-то мне присылал У меня ее очень немного Буквально пара брусков И причем этот он С такими темными прожилками Вообще очень классный Единственное, что вот здесь Вот вылезли, как обычно Трещины На готовом бруске Их не было видно Но я их застабилил Суперклеем Ну, короче Не первый раз я так делаю Пока вроде никто не жаловался Вот Действительно Очень твердое деревяко Тяжело обрабатывается То есть Интернеты не врут Все так и есть Действительно Короче, вот такие вот Ребята У ножей у этих уже есть Хозяин Ну, кроме, по-моему Вот этого вот Номер 5 Который с красным дубом Но я не знаю Когда это видео выйдет Возможно, когда оно выйдет Ножей уже не будет вообще Даже вот этого Все Вот такие вот Ребята Всем, кто смотрел Всем спасибо Всем удачи Всем пока